Как известно, представители профессий, связанных с работой с таким сложным биологическим механизмом, как человеческий организм, никогда не перестают учиться. Взять, к примеру, врачей, которые постигают профессию всю свою жизнь, несмотря на дипломы и регалии. Пословицу «век живи, век учись» можно смело отнести и к педагогам по физической культуре. И раз оттянулись, два вернулись в исходное положение. В этот раз преподаватели физкультуры со всего Ленинского района собрались в спортивном зале школы номер два, чтобы обсудить такую непростую тему, как развитие физических способностей у школьников, относящихся к категории ОВЗ. ОВЗ – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, такие дети обучаются на дому. Два раза в неделю к ним приходят учителя, обучают их развитию физических качеств и обучают тем самым родителей. Помогали преподавателям ученики второй школы, тестируя предлагаемые упражнения и наглядно демонстрируя их особенности. Из спортивного инвентаря – гимнастические палки, мячи и ортопедические коврики. Да и упражнения, на первый взгляд, не хитрые, однако кажущиеся, простота обманчива. Надежда Дьячкова – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, финалист конкурса «Учитель года» в Ленинском районе. Но даже она сегодня открыла для себя что-то новое. Несмотря на мой опыт, ввиду сегодняшнего мастер-класса, я для себя узнала также несколько новых упражнений на плоскостопие с гимнастическими палками. После семинара преподаватели собрались за чаем и поделились своими соображениями от увиденного уже в более непринужденной обстановке. Побольше нужно, конечно же, эмоциональную сферу, чтобы в процессе игры дети осваивали эти навыки, потому что именно через игру дети учатся. Следующий семинар пройдет уже на спортивной базе другой видновской школы. И кто знает, какие новые методики появятся к тому времени. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.